Клещи являются переносчиками многих заболеваний, среди которых клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз и другие инфекции. Обнаружили присосавшегося клеща, извлеките его как можно скорее. С этим медлить нельзя. Что произойдет, если вас все-таки укусил клещ? Досмотрите до конца! Если вы впервые на нашем канале, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые полезные и интересные ролики. И оставляйте комментарии, чтобы попасть в следующий выпуск. Даже если укус клеща был кратковременным, риск заражения клещевыми инфекциями не исключается. Клещ может являться источником довольно большого количества заболеваний, поэтому, удалив клеща, сохраните его для исследования на зараженность клещевыми инфекциями. Нужно понимать, что наличие инфекции у клеща еще не значит, что заболеет человек. Анализ клеща нужен для спокойствия в случае отрицательного результата и бдительности в случае положительного. Самый верный способ определить наличие заболевания – сдать анализ крови. Сдавать кровь сразу после укуса клеща не надо. Анализы ничего не покажут. Не ранее, чем через 10 дней можно исследовать кровь на клещевой энцефалит. Напишите в комментариях, кусал ли когда-нибудь вас или ваших знакомых клещ. Клещевой энцефалит – самое опасное из клещевых инфекций. Последствия – вплоть до летального исхода. Экстренная профилактика клещевого энцефалита должна быть проведена как можно раньше, лучше в первые сутки. Клещевой боррелиоз – опасное заболевание, часто протекающее скрытно, но в случае перехода в хроническую форму, приводящее к инвалидности. Распространено практически по всей территории Российской Федерации, передается клещами. Экстренную профилактику клещевого боррелиоза у взрослого можно провести, выпив не позднее 72 часов с момента укуса клеща, одну таблетку доксициклина. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом встречается в Европе и Азии в виде групповых вспышек и спорадических случаев. Механизм передачи недостаточно выяснен, предполагается возможность передачи через гамазовых клещей. Природные очаги могут образовываться в различных ландшафтах – лес, степь и тундра. Резервуары инфекции – некоторые виды мышевидных грызунов. Ставь лайк, если информация была полезной. В любом случае, если вас укусил клещ, немедленно отправляйтесь в ближайшее медицинское учреждение. С этим не стоит медлить. Будьте здоровы, подписывайтесь на канал, а также смотрите предыдущие ролики, они все очень интересные. Хорошего настроения, до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok